всем привет друзья наконец-то на улице достает весна плюс 3 на улице это круто все тает скоро пойдем на турнички заниматься будем бомбить скоро лето и скоро будет солнышко мне знаете вообще нравится когда тот занимаешься на турнике брусьях на природе свежий воздух тепло можно раздеться позагорать и просто одни плюсы от этого а сегодня самом начале видео я расскажу вам историю как всегда несчастные истории своей жизни но они все прошли поэтому о них можно рассказывать и это весело снова история будет связана с велосипедом потому что я очень много ездил на велосипеде ну потому что лень пешком был ходить с пацанами там катались догонялки на великах играли и так далее падали разбивали колени руки локти там все вообще и лечились подорожниками что самое важное но начнем историю смотрите видите вон то место я не знаю правильно показываю ли я в камеру вон там дорожка идет такая а там школа и дорога идет прям вон туда ну прямо прямо и за школу короче был такой случай машина ехала наоборот вот оттуда по этой дороге прямо сюда а я ехал вон оттуда вот туда и мы встретились с машиной вот в этой точке где как раз и сходятся вот эти две дороги значит машина едет вот так сейчас поставлю камеру машина едет вот так да сюда на нас а я еду отсюда и получается что машина еще не выехала а я вот так уже начинаю поворачивать а машина довольно на большой скорости там на километров тридцать наверно в час ехала я тоже на большой я такой заворачивала и она выезжает как так и мне в бочину а я на велике еду и дает мне в бочину то есть я вылетаю с велика и лечу просто через крышу машины вот вот так короче машина и я такой бух и перелетаю через машину падаю назад на багажник и потом скатываю из багажника и падаю на асфальт и такой водитель выходит типа все нормально все нормально как ты как ты подбегает такой думает у меня что-то сломалось но там удар довольно сильный был хорошо что я успел ногу с педали поднять потому что если бы я не поднял ногу то мне бы ногу просто сломало бы когда машина врезается да в бок велосипеда врезалась то мне ногу отломала просто в хлам либо оторвало вообще не знаю но я успел ногу поднять и просто велик долбанул и я перелетел вот я падаю такой и он подбегает чё как там да как там и я такой знаете чтоб типа мне на самом деле ничего не было ну там просто ушибся немножко но на самом деле я понимал что точнее я не знал даже кто из нас правило нарушил дорожного движения но мне пришлось заныть я заплакал такой чтобы он подумал что типа он виноват мальчика сбил все такое я короче сижу но такой он такой может скоро отвезти сломал чё нет я говорю да не все нормально типа не надо скоро еще домой приду домой типа все маме расскажу она там мне помажет чё где ну вот короче он уехал такой понял что типа я нормально ничего не сломал и уехал я потом такой резко стою и дальше продолжаю ехать вот такая вот история меня ребята просили показать какой-нибудь крутой супер сет с программы тренировок которая у меня на сайте я покажу крутой супер сет на грудь мне кажется это вообще топовое упражнение грудь прорабатывается просто на полную и смотрите грудь прорабатывается просто на полную и смотрите все там просто оформлена и Субтитры делал DimaTorzok На сайте все программы сделаны в виде суперсетов Просто максимально убивают мышцы, максимально их прокачивают За 2-3 месяца люди получают уже отличный результат Поэтому, ребят, если вы хотите подкачаться к лету То обязательно переходите на сайт archomoris.com Ссылка будет в описании Сейчас действует код на скидку Archo 15 Получайте программу практически даром И занимайтесь Лето уже близко Я вот вам серьезно говорю Если вы новичок, особенно если эктоморф То информация на сайте вам будет максимально полезна Потому что я тратил очень много времени по незнанию Я не знал, как заниматься, не знал, как питаться И новички все такие Поэтому, если вы новичок, обязательно покупайте программу Не жалейте денег серьезных Потому что, когда у вас есть знания То вы будете быстрее достигать результата Если знаний нет, вы будете просто года тратить впустую А время – деньги, как мы знаем Что касается воды, ребят То воду нужно обязательно пить где-то 2 литра в день Хотя бы нужно обязательно пить Но я иногда пью кофеек, чтобы поднять давление немножко Потому что у меня, ну, обычно такое нижнее давление Сердечное пониженное Где-то 65, вот такое Должно 80 где-то быть Поэтому я пью кофеек, чтобы немножко его простимулировать Многие просто задаются вопросом Нужно пить просто 2 литра жидкости какой-то Любой там чай, лимонад, кофе, воду и так далее Нет, надо именно 2 литра воды пить Почему? Объясняю Потому что вода обладает таким свойством, как очищение Печень, выводит лишние белки Потому что когда вы много белка едите То очень идет большая нагрузка на печень И вода помогает выгнать вот эту всю Трянь ненужная, лишняя Все из нашего организма И, естественно, чистит наш организм А вот это все кофе там, чай и так далее Это все наоборот забивает Поэтому именно надо пить 2 литра воды в день А не кофе и чай там Либо еще чего-то Друзья, вообще я хотел сегодня вам показать Нереально крутой суперсет на бицепсы Как вы знаете, я любитель суперсетов У меня на сайте все программы с суперсетами Я считаю эти суперсеты максимально эффективными И сейчас я вам покажу один из них Полетели! Для начала мы должны будем делать обычные подъемы на бицепс Так как у меня одна гантеля, только я буду делать с одной Но по-хорошему нужно делать с двумя, чтобы сократить в 2 раза время, да? Смотрите Обычные подъемы на бицепс выглядят вот так Но они будут супинированные, конечно Получается вот так мы держим тут гантелю И скручиваем ее вот здесь Опять в такое положение И скручиваем опять в такое Так делаем где-то 12 повторений Гантель нужно подобрать по своим силам На 12 повторений примерно 10-12 где-то так После того, как вы сделали 12 повторений Вы сразу же садитесь на кровать И делаете вот такие вот подъемы Тоже 12 повторений Ну тут придется снизить немножко вес, чтобы можно было 12 сделать, но это не важно И потом следующее Сразу же берете Встаете Стоя можно И вот так держите в статике Просто гантель удержите На максимальное количество времени Сколько можете Удерживайте Пока рука сама не опустится вниз Статика очень хороша тем, что О, блин Статика очень хороша тем, что она укрепляет связки ваши И это будет являться таким безопасным методом, чтобы не порвать ваши мышцы Потому что мышцы крепятся к связке, а связка крепится к кости Связка играет такую ключевую роль в том, когда мышца рвется, понимаете? Обычно отрывается связка, а не сама мышца То есть отрывается связка от кости Чтобы этого не было, нужно делать статику Ну, желательно на все мышцы, конечно Но на бицепс самое важное Потому что бицепс рвется чаще всего Делаем в таком суперсете 3-4 подхода Этого будет вполне достаточно Ваши мышцы просто убьются И вы накачаете офигенные банки Но, конечно, как вы знаете Естественно, у всех людей разные крепления бицепсов У кого-то есть маленький бицепс, который крепится Ну, примерно посередине вот тут И когда они напрягают битку, у них такая маленькая писюлька торчит Вот, у кого-то, как у меня, бицепс крепится прямо вот у основания То есть он получается большой такой Большой бицепс, конечно, красивый Но прикол в том, что с большим бицепсом Очень большая вероятность того, что он оторвется Точнее, оторвется сухожилия, связка Очень большая вероятность, почему? Потому что бицепс сильный И он вырывает эту связку Особенно, когда вы подтягиваетесь, например, с большим весом То очень большая идет нагрузка Бицепс мощный, он вырывает просто ваши связки Именно таким людям нужно делать статику просто 100% Обязательно Потому что можно травмироваться на раз-два И потом год будете лечить свое вот это оторванное сухожилие, связку Это очень опасно Поэтому лучше тренировать свою статику И будет классно Еще очень крутой вид упражнения на бицепс Это когда вы, смотрите, вот в этом положении быстро поднимаете И потом очень-очень медленно опускаете У вас должно опускание идти где-то минуты... Ой, секунды 4 Секунды 4-5 То есть очень-очень медленно опускаете Получается, смотрите как И когда вы опускаете У вас дыхание не должно сбиваться Вы продолжаете дышать То есть смотрите То есть продолжаете дышать носом Вдыхаете, ротом выдыхаете И в этом упражнении вы очень хорошо можете прочувствовать Как напрягается бицепс Просто нереально сильно Он пампится Как я и говорил в предыдущем видео В подтягиваниях, да? Что когда вы делаете упражнения быстро То закисление происходит медленнее Когда вы делаете упражнение медленно То закисление происходит быстрее И памп в мышцах концентрируется больше Именно поэтому это упражнение прикольно Я, конечно же, не говорю, что памп является Какой-то техникой прогресса Либо что-то такое Я говорю, что это упражнение очень хорошее Когда вы работаете с большим весом Ну, например, вот 15 килограмм Да, ну нормальный вес Можно где-то так сделать на 8, 10, 12 повторений То есть это очень хорошее упражнение Потому что большой вес Когда вы медленно делаете То у вас также травмируются микротравмы В мышцах происходят Потом идет заживление и все хорошо По-любому На самом деле, ребят Не стоит заморачиваться вот с этими всеми упражнениями Там какие-то там уникальные упражнения Зачем все это нужно? Самое важное, смотрите, что Вы травмируете свою мышцу, да? Она травмироваться будет от любых упражнений Что вы на выносливость делаете Что вы там, не знаю, на силу делаете Микротравмы все равно будут Но не в таких объемах, например Когда вы подтягиваетесь без веса Травмы будут, естественно, меньше Но если вы подтягиваетесь с большим весом Они будут больше Это логично и так Но самое важное, смотрите, что Если вы на выносливость работаете Либо на силу Самое важное Это кушать Когда вы едите То у вас прогресс будет в любом случае Даже если вы на выносливость бомбите То у вас масса будет набираться все равно Потому что микротравмы происходят Заживление будет И мышцы будут расти Медленнее, естественно Чем когда вы работаете на массу На силу, точнее Ну, с большими весами, не важно Вот То оно все равно будет идти Поэтому не особо стоит заморачиваться Там с каким-то супер Каким-то упражнениями Изворотливыми Делайте базу Делайте интересные упражнения Которые вам нравятся Мышцы все равно будут Откликаться на нагрузку Если вы будете кушать Еда 70% успеха Ну что, друзья Если вам понравилось Вот такое живое общение Живой показ упражнений Как их выполнять Без всяких каких-то рамок Там определенных Если вам понравилось Обязательно напишите Об этом в комментариях Чтоб я знал Если вы напишите То я буду делать Такой формат Мне он тоже интересен Потому что нету никаких Особых таких рамок Не приходится ничего нарезать Я говорю с вами Как будто в жизни Да Если вам понравилось Обязательно об этом напишите Поставьте лайк Мне будет приятно Реально Вот И на самом деле Покупайте программу Поддерживайте меня Мы старались И нам будет очень приятно Если вы будете откликаться Стараемся для вас Делаем, работаем Все для вас Нам это ничего не нужно Если бы не было вас Не было бы нас Спасибо вам огромное всем За помощь За поддержку За то, что поддерживаете Огромное спасибо вам И увидимся в следующем выпуске, ребят Пока Продолжение следует...